Итого за литр 84 рубля 90 копеек при использовании торфа и 88 рублей при использовании кокоса в качестве влагосберегающего компонента. Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала. Я решила снять это видео именно ночью, во-первых, пока мои собаки дрыхнут, а во-вторых, ну как я могу уснуть, когда я точно знаю, что у меня есть уже точный расчет нового рецепта. Как я вам обещала в предыдущем видео, я сделала расчет на рецепт составления домашней личузы терапон. Для чего она применяется? Она применяется для более нежных растений, для более требовательных к уровню влажности почвы. То есть для тех растений, у которых грунт пересыхать не должен. И для следующего эксперимента мне, конечно, потребуется именно этот грунт, поэтому я решила составить его вместе с вами. Ну и, конечно, какой рецепт, да, без расчета себестоимости, об этом я тоже скажу позже. Как вы помните, в предыдущем видео на эту тему мы с вами составляли грунт Личуза Пон. Так вот там я, скорее всего, забыла упомянуть о том, что себестоимость этого грунта составляет 89 рублей за литр. 89 рублей! Повторюсь, да. После того, как я загрузила это видео с описанием со всеми делами, мне все каналы начали предлагать рецепты, ну, похожие на Личузу. И вот в одном из видео я, знаете, что услышала? Девушка пыталась составить Личузу своими руками, но у нее ничего не получилось, хотя она обещала подписчикам, что рецепт будет по себестоимости разделах 300 рублей. И меня этот факт озадачил, она сказала, я погорячилась, у меня не получается по цене так дешево ее сделать. Думаю, так, интересно, а почему тогда у нас такая дешевая Личуза получается? И сделала вывод, что там просто расчет себестоимости был, наверное, сделан не точно или с погрешностями. Полную калькуляцию, если хотите, можете посмотреть у меня на канале в Дзен. Я выставила точный рецепт точно и полную калькуляцию на сегодняшний день, на феврале 2023 года по материалам, которые входят в состав, да, по компонентам, которые входят в состав этого грунта, которые им составляли мы с вами. Вы можете пройти, посмотреть, сравнить, сверить цены. Все ссылки на компоненты, где я их покупала, я также оставляла, но гарантии нет, что они будут в наличии, потому что мой предыдущий рецепт был достаточно хорошо воспринят девчонками, блогерами, соседками, коллегами, называйте, как хотите. Грунт очень понравился, сейчас я вам, наверное, его даже покажу, но покажу уже в посадке. Специально показываю для тех, кто не видел. Вот смотрите, вот такой получается шикарный, очень рыхлый, очень воздушный грунт, очень красив в пластике и также очень классно смотрится в керамике. Плюс я надеюсь, что моим растениям он понравится, пока они еще проходят адаптацию, вздрогнули, да, после пересадки вздрогнули, но вот ждем, когда они адаптируются. Вот, вот такой вот грунт. Почему не показываю его смешанным? Потому что у меня его не осталось, я всю партию замешала и полностью всю использовала. У меня из партии получилось около 8 литров тогда, и я полностью их все использовала. Сейчас у меня компонентов для составления моего грунта пока в наличии нет, он еще идет. Все компоненты снова заказаны, его буду обязательно практиковать для своих растений, да, использовать для своих растений, потому что грунт реально классный, реально классный получается. Ну и примерно такой же неплохой грунт, я надеюсь, у нас с вами получится сегодня. Так вот, что касается нашего сегодняшнего грунта, исследование по поводу грунта именно, так назовем, а-ля лечуза терапон, да, мы проводили с надеждой. Вернее, как теоретическую часть исследования я попросила провести надежду, потому что у меня лечузы терапон в наличии не было. Сегодня не было, но я ее, в принципе, не приобретала, а у Надежды она есть. Поэтому, как проходил этот процесс, я вам ставлю на наше счастье. Надежда весь процесс снимала, вот, и кое-какие выводы мы с вами сделаем после этого сюжета. Так, давай насыпем. В общем, вот стаканчик 0,5. 0,5-0,5. Нет, это новый мешок открытый, честно-честно. Я-то ничего не добавляла, это прям лечу за терапон. Так, вот, смотри. Вот, глянь, какое у меня сито. Оно у меня специально вот, для перлита. Тут даже, по-моему, перлитинки еще есть. Так, лишь как... Давай, наверное, вот туда. Вот так вот я это раньше маску одену, на балкон выйду. И давай все это делаю я сеять. Ну, прикольно, слушай. Так, еще, еще. Получается сейчас, да? Ну, вот, смотри. Смотри. Видишь, осталось одно лечу за круто. Вот оно лечу за... Так, и теперь, вот, посмотри. И теперь вот это я высыпаю обратно в стаканчик. Правильно? Правильно. Сейчас, в общем, я аккуратно высыплю и покажу тебе, сколько у меня в стаканчике осталось. Я хочу сказать отдельное спасибо Надежде с канала «Зеленая жизнь» за ее неоценимую помощь и поддержку. В составлении разработки именно этого рецепта. Надюш, спасибо тебе огромное. Твоя помощь, ну, просто неоценима. Так вот, получается, что минеральная составляющая, да, смесь камушков, она занимает 50% объема грунта. А вторая половина – это мягкие компоненты. Я напомню, да, я сегодня буду использовать лечу за базик пон. Она без удаврений и без мягкой составляющей. Потому что компонентов моего субстрата у меня просто нет. Они не пришли. Они не успели прийти. У меня еще не получена посылка. Я за ней пойду только завтра. Чтобы нам было работать проще и удобнее, я предлагаю вам все-таки взять тот грунт, который мы составляли с вами в прошлый раз. Ссылочку на это видео я оставлю под, скорее всего, в описании. Также оставлю ссылки на точный рецепт этого грунта. Не этого, самосоставленного. А также ссылочку на пост, который я написала с точным расчетом, с точным рецептом вот такого грунта. Восибе стоимость 89 рублей за литр. На основании того, что мы с Надеждой увидели, да, соотношение минеральных компонентов и более мягких. И на основании состава указанного производителем, по большому счету, мы можем сделать вывод, что минеральные компоненты и более мягкие компоненты грунта соотносятся примерно 50 на 50 процентов. Именно объем берем, да. Так вот, производитель Личузы использует для мягкой, в качестве мягкой составляющей, влагоемкой составляющей кокос. Я сегодня использую так, вот так. Я сегодня использую торф. Торф в брикетах. Вы можете использовать брикетированный кокос, вы можете использовать торф из брикетов, либо вы можете использовать абсолютно разный верховой торф, какой у вас есть в наличии. Вы можете выбрать более доступный и дешевый бюджетный вариант, да. Вы можете купить в ближайшем магазине верховой торф, только смотрите, чтобы PH был более или менее нейтральным. Слишком кислый и не слишком щелочной. И в качестве дополнительного мягкого компонента, да, дополнительного компонента в Личузе терапон, используется биогумус. Помимо того, что туда входит удобрение пролонгированного действия, да, длительного действия, туда еще входит биогумус. И я так понимаю, что биогумуса туда входит примерно около 20 процентов, потому что больше нет смысла. Вместо биогумуса я буду использовать перегной. Мне, конечно, можно насыпать его и побольше, примерно, скажем, 25 процентов, да. Но я буду использовать 20 процентов, как рекомендуют производители биогумуса. Опять же, не Личузе, а биогумус, потому что производители Личузе свою рецептуру не открывают. Договорились, да, что у нас 50 процентов минеральная составляющая и 50 процентов более мягкий и влагоемкий компонент. У меня это, в данном случае, верховой торф и перегной. Но это только потому, что мне необходим субстрат именно с торфом. С торфом в составе я буду вот получившийся грунт использовать для растений, которые не очень хорошо относятся к кокосовому именно субстрату. Если вы используете для растений, которые нормально относятся к кокосу, используйте кокос, пожалуйста. Я сделала расчет как для торфа, так и для кокоса, да. Только единственное, что в формулу я внесла не перегной, который вы нагребете с огорода, который желательно бы пропарить, да, чтобы продезинфицировать. А сделала расчет с поправкой на стоимость именно биогумуса. Девочки и мальчики, у меня к вам большая просьба. Если кто-то пользуется биогумусом, подскажите, пожалуйста, марку хорошего биогумуса, который вам нравится. Если вы недавно покупали, то напишите, пожалуйста, с ценой. Буду вам очень признательна, потому что я биогумусом не пользуюсь. Я посмотрела несколько вариантов от разных производителей. Но даже если мы возьмем какой-то очень прямо дорогой биогумус, он не слишком утяжелит цену, так скажем, получившейся лечузы. Так вот, давайте, наверное, смешаем, посмотрим, что получится, а потом уже обсудим себестоимость грунта. Я себестоимость рассчитывала с точки зрения, что мы с вами грунт, минеральную составляющую, собирали сами. Я не говорю о том, что необходимо использовать именно базик понт в качестве минеральной составляющей. Нет, мы сейчас пытаемся составить с вами близкие по составу грунты именно к лечузе. Желательно, чтобы себестоимость была в пределах допустимого, да, потому что лечуза за последний год подорожала вдвое, а то и втрое. Так вот, я смешала, да, основные компоненты, плюс сюда же я добавлю удобрение пролонгированного действия. Грунта у меня получается по объему около литра, поэтому я добавляю неполную чайную ложку, как пишут производители, опять же, осмокота. Так, и все, нам остается его только перемешать. Оригинальный лечузе терапон также используется в качестве удерживающего влагу компонента глина. Я ее тоже в себестоимость в расчет внесла, но она мне вот в этом рецепте не нужна. Мне не нужна глина, чтобы не было переувлажнения. Но в оригинальном рецепте она присутствует. Так, смотрим. Смотрите, видите? Достаточно легкий. Так, я вам показываю, да? Достаточно легкий получился субстрат, достаточно рыхлый. Но в то же время влагоемкий компонент, он здесь присутствует и в приличном количестве. Я думаю, что не слишком будет отличаться от лечузы именно терапон, да? Единственное, что, какое может быть отличие, что наши мягкие составляющие, они могут быть более крупной фракцией, нежели в лечузе, нежели в оригинальной лечузе терапон. Потому что в оригинальной лечузе, как вы видели в видео, да? И если вы видели ее живьем, вы можете себе представить, что там в любом случае все это перетерто в мелкую пыль. Я имею в виду именно кокосовый торф, да? Он перетерт в мелкую пыль. Поэтому и через сито прекрасно проходит. Вы все видели своими глазами. Мы ничего с надеждой от вас не спрятали. Так вот. Ну давайте, наверное, я сделаю вот так. Вот. По объему у меня здесь получилось ровно литр. По рецептуре, которую я вам даю, получается 1,2 литра. Примерно так. Ну давайте, наверное, пробежимся по себестоимости, да? Для тех, кому особенно интересно. Вот так выглядят мои расчеты по лечузе. Так. Смотрим. Себестоимость, как я уже сказала, 1 литра лечузы пон. У меня получилось. Где? 89 рублей за литр. Так. Не видно вам, да? Ну, вы, наверное, и не сможете прочитать то, что я вам пыталась здесь рассчитать, да? Прочитать все равно трудно на видео. Так вот. Лечуза. Вот такая. Без мягкого компонента. Нетерапон. Себестоимость 89 рублей за литр. Если мы используем в качестве основной составляющей, основной влагоемкой, да, составляющей торф, то себестоимость получается 84 рубля 90 копеек на сегодняшний день, на февраль 23 года. Если мы используем кокосовые брикеты, да, то у меня получилась себестоимость 88 рублей за литр. 88 рублей за литр. В оригинальной лечузе терапон также используется для удерживающего, в качестве удерживающего влагу компонента глина. Я ее тоже в себестоимость в расчет внесла. Я не говорю, что сейчас ее необходимо побежать и накопать где-то, да? В большинстве регионов у нас сейчас зима. Я вам говорю о том, что глину можно использовать абсолютно любую. Я брала в расчет глину косметическую, которую можно купить на маркетплейсах или которую можно приобрести в аптеке. Единственное, что смотрите, чтобы не было вот в этой глине косметических добавок. Там должна в составе быть только глина. Мне кажется, абсолютно любого цвета желтая она будет, либо камчатская, черная, вулканическая. Это совершенно не важно. Самое главное, чтобы она хорошо держала влагу, да? Вот. Я взяла в качестве глины именно стоимость камчатской, черной, вулканической. 100 грамм ее стоит 54 рубля. Если нужна будет ссылка, я ее, конечно, также добавлю в пост, где все ссылочки на компоненты субстрата. Глину косметическую я не думаю, что нам нужно будет высыпать в литр прямо все 100 грамм. Если мы грамм 30, допустим, добавим на литр, то нам обойдется это 18 рублей. По большому счету это самый дорогой компонент. Итого за литр 84 рубля 90 копеек при использовании торфа и 88 рублей при использовании кокоса в качестве влагосберегающего компонента. Да? Вот. Для сравнения. В данный момент я специально сходила по маркетплейсам. Самая дешевая лечу за терапон. Сейчас она, по-моему, на Вайлдберрис в основном. 6 литров стоит 1418 рублей. 12 литров 2386 рублей. Наша самосоставленная лечу за терапон с кокосом. То есть по максимуму, да, смотрим. 6 литров стоит 528 рубля и 1000. И для сравнения, да, 1418 готовая на маркетплейсах. И 12 литров 1056. 1056 рублей за 12 литров. А на маркетплейсах она стоит 2386 рублей. Вывод какой? Я вас призываю не зависеть от производителей, попробовать составить лечузу и ту, и другую своими руками. Потому что в большинстве случаев, когда мы используем распиаренные марки, за что мы платим? Правильно, за торговую марку, за бренд. В основном за торговую марку, за бренд. Больше мне, собственно говоря, сказать вам сегодня нечего. Называется, думайте сами, решайте сами. Покупать готовую или составлять самим. Да, вам может показаться, что это дело замороченное. Но на самом деле не такое уж и замороченное. Особенно если вы используете, допустим, грунты лечузы в больших объемах. Не такое уж и замороченное. Если вам, допустим, хочется попробовать, повыращивать одно-два растения в лечузе, то вам, конечно, нет смысла закупать большие партии и много-много-много компонентов, чтобы составить самому. Тогда у вас получится 10-13 литров из одного рецепта. Вот. Одним словом, что хочется сказать? Хочется сказать, что мы сами можем сделать то, что нам предлагают за бешеные деньги. Причем в два, а то и в три раза дешевле. Вот. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете на этот счет. Кому не жалко, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, что... Я, конечно, буду использовать самосоставленные грунты и делиться успехами с вами. А с вами была Кузнецова Людмила. Оазис Миссис Смит. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok